Всем добрый вечер. Пожалуйста, дайте обратную связь. Меня слышно? Все ли у меня удалось подключить? Я тут и байтерек подставил, так, чтобы вам был виден символ нашего Казахстана, чтобы меня было слышно. Искал здесь, где у меня находится кнопочка «Запись все сделать». Короче говоря, первый раз выходим в это приложение Proof.me, поэтому будем сегодня... Отлично, меня слышно, все отлично, хорошо. Хорошо, тогда давайте начнем нашу презентацию «Казах, не казах, если он хотя бы не задержится на 7 минут». Я ровно читал 7 минут, и чтобы с этой хорошей благословенной цифрой начать нашу презентацию. Друзья, всем привет, меня зовут Алжас, фамилия моя Бдухлыков, мне 28 полных лет. И сегодня я хочу вас познакомить с такой темой, как территория осознанного развития, торсистем. Что это такое, с чем его едят, с чем закусывают, и вообще для чего он нужен, для каких людей он нужен. Сегодня мы с вами в этом эфире поговорим, друзья. Смотрите, перед этим хочу немного себя познакомить. Кто я такой? Я предприниматель, бывший у меня госслужащий, работал в Министерстве информации и коммуникации Республики Казахстан. Мы занимались формированием госполитики в области СМИ. Четыре года назад, в 2016 году, мне стало просто интересно, кто я такой, в чем мое предназначение, в чем моя миссия. Неужели я должен всю жизнь проработать в одном месте, в четырех стенах, и как бы нарожать, так скажем, детей, и жениться, и как бы на этом все. Я думаю, у кого-то, наверное, это тоже отвлекается. То есть сейчас тема именно своего призвания, своего предназначения, это прям, я думаю, актуальна для всех, по крайней мере, для всех тех людей, которые сегодня сидят на нашем вебинаре. Иначе вы сегодня, в принципе, не оказались бы в этом эфире. И вот на сегодняшний день имею опыт сетевой индустрии в сетевом бизнесе. Выбрал себе сетевую компанию, потому что я наталкивался на таких вот авторитетных людей, как Уоррен Баффетт. Это Дональд Рамп, Роберт Киосаки. Они все говорили об одном и том же. Они говорили о том, что если у вас нет опыта в продажах, в переговорах, денег просто, чтобы открыть какой-то там себе бизнес, идите в сетевой. Потому что там вы всему научитесь. А если будете следовать определенным правилам, то вы заработаете очень хорошие деньги, благодаря чему вы можете реализовать себя, в принципе, в этой жизни. Что я, в принципе, и сделал. За два с половиной года, ну, почти за три года работы с сетевой компанией в предыдущем проекте, в принципе, мы очень хорошо и заработали. У нас сложилась очень огромная команда единомышленников. Так, подождите. Ее нажимает только ведущий. То есть я все это время говорил, вам не было слышно? Постоянно висит. Окей, это другая проблема. Меня слышно, да, сказали? Все отлично. Смотрите, друзья. И в этом году, в апреле месяце, мне так повезло с тем, что я попал на Кипр. Мне очень, так скажем, повезло, то, что по моему запросу я нашел такую площадку, как территория осознанного развития. Все люди, вот сейчас вот тема осознанности, она сейчас только-только входит в тренд. Все люди, которые будут заниматься темой осознанности, здесь и сейчас, да, то есть тема медитации, тема, я не знаю, заниматься йогой, то есть это все люди, все эти люди, партнеры, которые сегодня сидят в прямом эфире, все эти люди, которые будут еще присоединяться еще в течение следующего года, это, я вам заверяю, это долларовые миллионеры. Поэтому, ребята, вы знаете, я не знаю, как устроена жизнь, я ее только сам познаю, но я уверен лишь только в том, что одна из таких грани успеха – это оказаться в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. Поэтому с чем я вас и поздравляю, вы сегодня в нужном месте, с нужными людьми и в нужное сейчас время. Сейчас я покажу демонстрацию экрана и будем говорить о том, что такое территория осознанного развития. Так, вы, пожалуйста, мне иногда обратную связь тоже пишите. Вообще, то есть получается, не получается, видно экран, не видно экран, окей? Так, я сейчас включаю демонстрацию экрана, и сейчас я вам буду показывать свою страницу. Я думаю, так, всем, наверное, видно, да, всем загружается, всем видно. Сейчас я загрузил презентацию JL Torx System. Все видят, да? Смотрите, что такое JL Torx System. Torx System – это система знаний для целостного развития личности. Что такое, вот если вы замечали, слово «цель», «исцеление» и «целостность» – слова «однокоренные». Вы знаете, до этого вот эта вот методика, так скажем, именитых бизнес-тренеров, то есть через силу воли, через страх, через преодоление какого-то дискомфорта, то есть через боль, приобретение своих каких-то жизненных своих целей. Мечность – это сейчас мир, мир поменялся. Мы это чувствуем с наступлением нового тысячелетия, 2000 года. Вы сами заметили то, что время очень быстро идет. Век информации, то есть мы не успеваем за новую информацию. Дети быстро растут, не успеваем закрывать глаза, то, что открывать-закрывать, то есть из весны, из лета в лето, из осени в осень, то есть время очень быстро идет. О чем это говорит? Это говорит о том, что временной цикл человечества, он очень сильно увеличился. Вот об этом не принято, в принципе, говорить даже, но на самом деле все мы это чувствуем. Вы знаете, что такое? Человек, приходя через исцеление, обретая свою целостность, он приходит своим целям. Знаете, как я понимаю, я объясню своими словами. Если провести социологическое исследование, у каждого человека спросить, чего ты хочешь? Некоторые люди ответят, я хочу миллионы долларов. Кто-то скажет, я хочу карьерного роста, кто-то скажет выйти замуж, кто-то жениться, кто-то детей и так далее. А для чего вам это нужно? Для обретения счастья. Вот не просто так говорят, что такое счастье. Счастье – это, ну, не просто так говорят, что счастье у каждого свое, да? Если этимологию слова разобрать, слово счастье – это получается человек с частями я, истинного я. В моем понимании это разум, это тело и это душа. Так, друзья, вы со мной, да? Вы со мной? Или вы не со мной? Дайте, пожалуйста, обратно. Отличный звук, все супер. То есть это разум, душа и тело. То есть три основные момента. Как часто бывает? В день передо мной проходит очень много людей, как и, в принципе, перед многими из вас, да, на самом деле. Как это бывает? Человек приходит, разумом он думает о том, то есть сейчас мне нужно поехать за детьми в садик, мне нужно там дома прибраться, так, выходные туда-сюда. То есть человек находится в одном месте, телом он находится здесь, а душой он переживает за третье. То есть не просто так люди говорят о том, что я расстроен. Часто вы слышали о том, что люди говорят, я расстроен. То есть человек расстроился, то есть разумом в одном месте, телом в другом и душой в третьем месте. Нет, другие люди говорят, я настроен, то есть настрой, разум, душа и тело. То есть это как раз-таки быть здесь и сейчас, быть в осознанности. Потому что многие сейчас, возможно, кто сейчас смотрит, отвлекают дети, то есть разумом думают о другом, переписывают о своем телефоне, кто сейчас, как часто это бывает, да, выходят, заходят. То есть это не состояние потока. Мы говорим, то есть постоянно на многих тренингах говорят о том, что состояние потока, потоки изобилия, благоденствия, благополучия и так далее. Что это такое? Это как раз-таки обретение целостности человека. Человек, который обретает свою целостность, этот человек на целостную личность приходят целостные цели, то есть исполняются, так скажем, его мечты, цели и так далее. Как это происходит? То есть это не какая-то метафора или какая-то абстракция, это конкретно через призму науки. У человека семь видов интеллекта. На сегодняшний день, вот, к примеру, когда я учился в школе, как часто так бывало, нас мерили умственно наш интеллект IQ, то есть мерились IQ, кто умнее, кто лучше всего задачи решит. Время показало то, что на самом деле уровень умственного интеллекта – это не показатель успешности людей в будущем. И сейчас очень часто говорят про эмоциональный интеллект. Что это такое? Человек насколько чувствует собеседника, настроение, перепады температуры в настроении других людей. То есть сейчас очень часто можно встретить бизнес-тренеров на тему эмоционального интеллекта, очень часто можно встретить переводы на русский язык, на другие языки, литературы. Люди сейчас поняли то, что на самом деле дело в эмоциональном интеллекте, даже умственный интеллект – это не ключевое. А на самом деле у человека есть семь видов интеллекта, точно так же, как семь сверхжизней, семь цветов у радуги, семь нот музыки, семь дней в неделю. Понимаете, да? Давайте возьмем просто людей. Люди, как говорит Харф Эккер, доллар-миллиардер, который написал книгу «Думай, как миллионер», он в своей книге пишет то, что он делит людей на две категории. Люди – это с богатым типом мышления и люди – с бедным типом мышления. Вот сегодня мы будем рассматривать через две эти призмы. Вот обратите внимание, все успешные люди, Стив Джобс, я не знаю, мир ему, пусть земля ему будет пухом, как это правильно у русских, к примеру, говорится, у православных, неважно. Вот. И Манда Воссен, короче говоря, на нашем языке. То есть это, получается, ну, другие там, я не знаю, президенты, главы государства, они кто такие? Умственный интеллект у них на уровне. Эмоциональный интеллект, они прокачаны, это люди, которые понимают то, что какие-то спокойствия, да, то есть они понимают, и они умеют воздействовать, создавать биохимические реакции в телах других людей. Они все занимаются благотворительностью, они все верят, то есть они делают 10% отчисления, да, вот то, что у нас, вы сами называете, закят, там. Как это называется? Десятина, да, и так далее. Они финансово обеспечены, они творчески все развиваются, физически хорошо сложены и социально адаптированы, то есть разговаривают на социально адаптированном языке. Как это все делается? Это делается через формирование устойчивой нейронной связи в головном мозгу. На самом деле у человека вот правое, левое полушарие, да, то есть пять долей мозга, на самом деле эти пять долей мозга не работают, а работают нейронные связи в головном мозгу. То есть мы это делаем через создание устойчивых нейронных связей, которые отвечают как раз-таки за качество жизни, за эмоциональную устойчивость и эмоциональную пластичность. То есть получается, к чему мы приходим? Развивая свой эмоциональный интеллект, мы формируем клетки внутренний фундамент. Чтобы находиться в ресурсном состоянии, действует режим высоких вибраций и не зависит от внешних факторов, как вы уже прочитали на данной презентации. Что такое Торс Систем? Торс Систем – это синтез духовных, научных и практических знаний. Торс Систем – она обучает взаимодействие с девятью важнейшими энергосистемами. Вот давайте теперь объясню на нашем с вами простом языке, как я это понимаю, да, и постараюсь донести до вас, друзья. Вот знаете, вот человек, Торс Систем рассматривает человека как энергоинформационная система. Мы из школьного курса биологии, мы знаем то, что человек 80% состоит из воды. Что такое вода? Вода – это энергия. Вода – это… Что будет с водой, если она застоится в одном месте? Вода протухнет, вода начнет вонять, и она станет непригодной для потребления. Согласны с этим? То есть человек, 80% состоящий из воды, то есть человек – это тоже энергоинформационная система, да? То есть человек – энергия. Что будет с человеком, если его запереть в четырех стенах? Человек сойдет с ума, по сути. Люди, ну как максимум человек может даже умереть. Люди, которые не занимаются, то есть не взаимодействуют с энергосистемами, то есть как бы на самом деле их это примерно и ждет. То есть что ждет? Вот есть такое понимание у нас, то есть высокие вибрации и низкие вибрации. Вы сами даже чувствуете, вы знаете, как в народе появилось вот это вот выражение «душа в пятки ушла». На самом деле вот это вот наше физическое тело, есть душа человека, то есть внутренний дух человека, который, соответственно, живет при определенных вибрациях. Человек, который берет ложные знания, которые возвеличивают его эго, гордыню, да, на нашем простом своем языке, то есть человек, он не принимает ни себя, соответственно, не принимает других окружающих его людей. Что дальше происходит? То есть это страх. Люди, вы знаете, замечали то, что люди многие боятся не заработать большие деньги. А когда эти люди зарабатывают большие деньги, они боятся эти деньги потерять. Люди боятся не выйти замуж, не жениться, не встретить свою любовь, а когда встречают свою любовь, они боятся потерять ее на самом деле. Ой, простите, я отключился, тут мне прям звонят. Окей, продолжим. Люди боятся потерять на самом деле свою любовь, так скажем, да. То есть страх, он, по сути, эго такое ловкое, то, что она обходит человека и начинает с разных сторон заходить и вселять этот страх. Страх, претензии и так далее. То есть задача эго, прочитайте слово эго задом наперед. Как оно расшифровывается? Ог-э, ограничитель энергии. Задача эго сказать то, что вы отдельная такая вот система, которая никак не относится к этому миру. Замечали, как люди с богатым типом мышления, успешные люди обнимаются с деревьями? Люди с бедным типом мышления, они высмеивают их. Они говорят, ха, они обнимаются с деревьями. Люди с богатым типом мышления, они понимают то, что это сонастройка с энергией Земли. Понимаете, о чем я? То есть, получается, есть энергия Земли. Это одна из девяти важнейших энергосистем. Первое, я вам скажу так, потому что я не буду на каждом, на каждой из энергосистем зацикливаться. Это все есть у вас уже в модулях. Кто еще не зарегистрирован, вы приобретете себе, когда приобретете себе эти модули, вы увидите то, что, то есть, как с ними взаимодействовать. Остановлюсь, для меня было открытием, таким открытием, то, что в семнадцатом году, когда я очень часто читал различного рода литературу, связанные там с квантовой архитектурой, психосоматикой, то есть, как достигать успехов и так далее. Это Джонни Спензова, это Джон Кэха, квантовый воин, это подсознание мышц, все, сила подсознания, Наполеон Хилл. Они все писали про какую-то квантовую архитектуру. Здесь, проходя модуль обучения территории осознанного развития Тор-система, я понял то, что на самом деле ученые давным-давно доказали существование Бога. На самом деле мы все не религиозные, но мы все внутри верующие. Я думаю, наверняка многим это будет отвлекаться. Но ученые на основе структурированной молекулы воды доказали существование Бога. Просто они Бога не называют Богом, они называют его разумный источник жизни. То есть если прямо говорить на языке науки, то это разумное квантовое пространство. Люди его называют Вселенная, Аллах, Творец Всего Сущего и так далее. То есть по сути неважно, как его называют. У нас, к примеру, в исламе есть такое понимание, что у Аллаха 99 имен. Понимаете, да, сейчас о чем я? На самом деле, возможно, даже вы не понимаете, потому что, знаете, есть очень хорошее выражение понимания приз для дураков. На самом деле это те вещи, которые мы чувствуем. На самом деле, знаете, все великое невозможно постичь. Допустим, попробуйте объяснить сами себе, либо рядом сидящему своему соседу, жене, супруге, другу, неважно, что такое любовь. Словами вы не сможете это описать, это можно только прочувствовать. Попробуйте объяснить чувство баланса, когда вы ездите на двухколесном велосипеде. Вы можете годами проходить теорию, но нужно просто на этот велосипед садиться, ехать и чувствовать чувство баланса. Понимаете, да, о чем я? Даже как расшифровывается слово «лю-бовь»? Люди Бога ведают, люди познают Бога. То есть люди – это состояние, понимаете, любовь в основе любой религии, любой духовности лежит любовь. Безусловно, любовь ко всему существующему, своим близким и даже своим неблизким людям, которых мы впервые в жизни видим. То есть всему этому, то есть на самом деле, вот взаимодействие с девятью этими важнейшими энергосистемами, человек выполняет свое предназначение. На Востоке это называется «Дахарма». Человек, который сонастраивается с глобальными энергосистемами, у него разрешаются все проблемы, связанные с деньгами, отношениями и здоровьем. Люди, вот знаете, на самом деле Вселенная, она сначала людям, как бы, знаете, намекает. То есть как это происходит? Вот, допустим, возьмем, давайте, Стив Джобса. Это вот эталон успеха во всем мире. В больнице мы все знаем то, что мы все хотя бы как минимум слышали об его биографии. Как максимум мы читали его автобиографию, смотрели его фильмы. Вот знаете, вот его наследие – это не продукция Apple, MacBook, там, я не знаю, ну и другая продукция Apple. Его великое наследие человечеству – это его письмо, которое он оставил всему человечеству. О чем он там пишет? Давайте вкратце просто посмотрим на его жизнь. Когда человек ограничивает свою энергию, уходит в гордыню, да, сначала Вселенная, Всевышний, и как вам удобно, она намекает через финансы. У человека сначала не заключаются сделки, контракты, потом идут штрафы, потом, возможно, там уже какие-то непредвиденные расходы, а потом, в принципе, с деньгами начинаются траблы, то есть проблемы, да. Человек, не понимающий этого, у него начинает уже Вселенная подсказывать через отношения. Понимаете, да, сейчас о чем я? То есть если посмотреть, об этом пишет сам Стив Джоб в своем прощальном письме. Что у него сначала было? Его самого же уволили с его компанией, с его компанией. То есть это отразилось в материальном плане с деньгами. Далее через силу воли, через вот эту выдержку он возвращает себе свою компанию. Что дальше происходит? Отношения, портится отношения с коллегами, с супругой, не признанет дочь. Помним, да, всю историю? Человек не понимает, далее у человека развивается болезнь такая, как рак. В этот момент же, знаете, что интересно, об этом в письме нет, но кто читал биографию, вы можете прекрасно узнать, что на самом деле, когда он начинает заниматься благотворительностью, когда он начал преподавать бесплатно лекции в университетах, оплачивать обучение студентов, дорогостоящих в вузах страны, рак уходит, рецессия происходит. Но в тот же момент у человека бывают такие вот моменты, как срабатывают старые психологические паттерны, да, то есть старые нейронные связи. То есть в этот момент обратно рак прогрессирует и, соответственно, он покидает свое физическое тело и пишет нам это великое наследие свое письмо. Понимаете? То есть если в вашей жизни на сегодняшний день, например, вы не понимаете, вроде я хорошо работаю, с утра до вечера на работе сижу, почему это проявляется в деньгах, почему это в отношении рушится. То есть уже какие-то сигналчики на высоких циклах у вас уже дают сигналы и в здоровье, то есть тело вам подсказывает, что что-то не то. То есть это самое время заняться именно духовным возрождением. У нас в Казахстане есть такое вот понимание, государственная программа называется «рухани жангру», что в переводе означает «духовное возрождение». У людей очень много кризисов. Вы знаете, есть такое очень хорошее выражение – человек, не уделяющий время своему здоровью, ему рано или поздно нужно будет уделить время для болезней. Точно так же у человека вот кризис в деньгах, кризис в отношениях, кризис здоровья имеет один корневой кризис. Это кризис, духовный кризис. То есть духовное возрождение люди духовно обнищали. Сейчас вот как раз-таки с наступлением нового тысячелетия люди, которые не занимаются повышением своих вибраций, то есть не занимаются по сути духовным своим возрождением, то есть они покидают свое физическое тело. И вы это прекрасно понимаете и знаете, и вокруг вас это уже сегодня происходит. Система торсистем как раз-таки помогает сонастроиться, выполнять свою функцию и решить как раз-таки все эти свои моменты. Я не люблю слово «проблема», я заменяю это слово «задача». То есть задача, которую человек должен выполнять как энергоинформационная система. И торсистема, она помогает обрести баланс между духовным и материальным миром. Знаете, вот в нашей команде, у нас в Казахстане, я говорю и нашего основателя торсистемы Александра Корнеева, мне это резонирует, я говорю здесь, в нашем Казахстане, для наших всех торовцев, я говорю о том, что нужно владеть всем, но ни к чему не привязываться. Потому что некоторые люди через чуру ходят в духовность, но при этом я, к примеру, своей хорошести, своей харизмой, я своих детей не прокормлю. То есть нужны деньги. Элементарно, чтобы выйти в онлайн, вам нужен как минимум гаджет, по-хорошему какой-нибудь лэптопчик. То есть мы живем в материальном мире, поэтому нужно владеть тем, чему торсистема помогает сбалансировать два этих мира. То есть не уходить чересчур материальной и не уходить чересчур духовной. То есть держать золотую середину. Основатель этой системы Александр Корнеев. На самом деле я сейчас про Александра Корнеева могу говорить очень много. Я с ним познакомился на Кипре, я понимаю, насколько это осознанный человек. И этот человек на сегодняшний день является моим духовным наставником. Поэтому, друзья, на этом я не буду останавливаться. Вы можете почитать в интернете очень много полезной информации. Это человек, который основал эту систему, потратил, инвестировал 35 лет своей жизни. Для чего? Для того, чтобы мы сегодня могли об этом получить эту готовую систему и приходить к своей целостности. Давайте теперь перейдем к тому, что на самом деле это очень круто. Все эти знания разбиты по модулям. Все модули, их ровно семь. Все модули. Все семь модулей стоят 3049 долларов. При этом, вы знаете, если вы человек не готовый, это мое понимание. Если у вас, к примеру, нет такого, вы знаете, мы продерживаемся метода Ахимса, метод ненасилия. То есть это не должно быть так, что вы самые последние деньги, деньги в долг инвестировали, начали заниматься. Конечно, да, можно поаплодировать вашей силе и воле, но при этом духовный рост не может произойти тогда, когда вы сидите и трясетесь за деньги, то что вам нужно там оплачивать какие-то определенные счета. То есть я сам, у нас казахстан, я говорю, что основные у нас 5 модулей обучения. То есть первые 5 модулей. То есть 450 долларов, да, которые стоят. То есть, чтобы вы понимали, это не инвестиция, то есть это не ежемесячная, не годовая. То есть это один раз и навсегда. 5 модулей, они стоят 449 долларов. 1 модуль – 10 долларов. 2 модуля – 35, ну и так далее, как вы видите на этой презентации. Очень важно. Как вы видите, вы можете даже скрин своего экрана сделать и потом посмотреть, чему вы научитесь, к чему вы придете, изучая эти модули. Я вам так скажу, то что люди, проходящие модули, которые занимаются, знают, изучают законы Вселенной, находятся в состоянии потока, да, у них действительно разрешаются. Вот у нас в Казахстане кредиты закрывают государство этим людям. Люди замуж выходят, женятся, доходы растут. Ну, про доходы, наверное, даже банально, наверное, говорить, да. То есть именно случаются именно такие вот благоприятные вещи, потому что человек находится в саннастройке, понимаете, да. Ну, здесь также с пятого модуля у нас начинается курс победительской нумерологии и астрологии. На этом тоже зацикливаться не буду. Единственное скажу то, что все богатые люди, все люди успешные, они, у них есть целая команда специалистов, которые изучают это все. Элементарно даже наполняющая, убывающая луна влияет на приливы-отливы. Солнечные вспышки влияют на головные боли, мигрени у людей. На Востоке до сих пор есть старцы, которые считают благоприятные периоды, неблагоприятные периоды, слабые периоды, да. То есть люди с бедным типом мышления это отрицают, люди с богатым типом мышления понимаются, настраиваются, это все изучают и делают для себя намного больше возможностей. И вам так по секрету тоже скажу, хотя вы не все партнеры, наверное, на сегодняшний день, но я вам так скажу, то что на самом деле, вот у нас, к примеру, ну окей, не буду тему политики затрагивать, сейчас у нас у всех очень благоприятный период. Если даже вы заметили, с 18 августа мы пошли в очень благоприятный цикл, который будет продолжаться до конца сентября. И этот момент очень важно не прозевать, то есть очень хорошо заниматься именно инвестированием, бизнесом, духовным именно своим просвещением, духовным обогащением. И здесь на самом деле люди, вы уже и так, наверное, по себе заметили, что приходят предложения по работе, деньги, долги возвращают, то есть как-то бизнес начал по-другому дышать, то есть уже на другом этапе. На самом деле человек занимается именно своей духовностью, именно которая приходит к целостности, у него еще больше благ, еще больше благ приходит. Поэтому сейчас это очень удобный и нужный момент, когда нужно этим заниматься. Сейчас, вы знаете, финансовый инструмент тренар, я его сейчас смотрю, у меня осталось всего 4%. 4% зарядки, окей, вы со мной, окей. Теперь смотрите, друзья, окей, раз уж у нас, оказывается, есть 4%, я боялся, что намного меньше осталось. Давайте дальше. Я вам сейчас быстренько объясню, как на этой истории можно заработать. Я вам сразу говорю, у нас здесь, в Казахстане, мы практически 2-3 месяца, мы людям даже не говорили, что на самом деле, что на этом инструменте можно зарабатывать. Что такое зарабатывать? Как в самом начале своей презентации, как я вам говорил, в теме осознанности большие деньги. Сейчас только 7-10% людей, понимая тему осознанности, приходят к этому. Вы представляете, когда через год, через 2, через 3, через 5, все люди, то есть вот эта вот масса, вот 90% людей придут, вы уже будете на рынке с готовым предложением системы осознанности. Знаете, мы в Казахстане ставили такую задачу, до конца лета сделать 100 учеников, 100 партнеров нашей платформы. До конца лета, до конца августа. При этом, при всем, не говоря о том, что на этом можно очень хорошие деньги зарабатывать, не говоря о команде, чтобы это не превратилось. Это потому что, знаете, это мечта любого сетевого предпринимателя, мечта любого сетевика. Для того, чтобы мы не испортили наш рынок, для того, чтобы мы не превратилось в то, что люди приходят и просто, грубо говоря, в тупую начнут регистрировать людей, чтобы этого избежать, мы, люди, и оберегли от этого. Вы представьте, 90% выплат в сеть партнеров. Ну, покажите мне такую компанию, где такой есть бизнес. Мы еще сейчас находимся на предстарте. Официальное открытие компании будет только в конце этого года. То есть вы понимаете, согласно закону заполнения рынка, это не моя, это в экономике, это не моя теория, да? То есть это уже давным-давно существует. Закон заполнения рынка. 1% лидеров, новаторов, которые сейчас приходят в ту или иную тему, в частности, в нашу тоже систему, в тему осознанности, в принципе, они зарабатывают 90% денег в этой индустрии. Потом приходят 9% людей, то есть это, я так их называю, ранние последователи, которые зарабатывают, да, эти сотни тысяч долларов, но это не миллионы долларов. Потом приходит вся основная масса, которая ни во что не верит, люди с бедным типом мышлением, как говорит хардфекер, они зарабатывают 1% всех денег в ту или иную индустрию. Понимаете? То есть сейчас, если вы думали о каком-то бизнесе, то сейчас как раз-таки то самое время как раз-таки это и начать. Инвестиции 450 долларов, чтобы заработать 3 тысячи долларов за первый календарный месяц, ну, я думаю, знаете, бедные люди видят препятствия, ой, у меня нет денег, как я это смогу сделать. Люди с богатым типом мышления, они видят возможности. Задайте себе вопрос, что вы сейчас видите, преграды либо для себя возможности. Презентацию вы сами можете на самом деле у себя увидеть. Я сейчас экстренно заканчиваю этот прямой эфир. Ну, во-первых, чтобы вам не надоесть, потому что я планирую еще выходить с вами в прямой эфир и рассказывать об этом во всем. И, во-вторых, для того, чтобы вы сами поискали еще информацию. Ну, и основная причина у меня 2% заряда осталось на моем компьютере. Поэтому так вот, друзья. На самом деле – да. Денежная тема – да. Находится в самом начале – да. Экологичный продукт – да. Помогает ли это людям – да. Я вам скажу даже больше. У нас в Казахстане на площадке находятся представители 10 различных сетевых компаний. Вы знаете, у нас в Казахстане, здесь в столице Вассане, приезжала, есть компания Incruzis. Это вот круизные лайнера туда-сюда, да, кто, возможно, знает, кто не знает. И есть компания еще Beverly. Представители, лидеры этих компаний в один день пришли сюда к нам в офис. После здесь ЦКЗ Казахстана приезжали президенты этих компаний. И вы знаете, я сам на этих презентациях не был, когда президенты той и этой компании выступали. Но лидеры этих компаний, когда приехали, сказали, «Олжас, знаешь что? Наш президент все время говорил про квантовую архитектуру. Они говорили про образ мышления, то есть через образ мышления поменять свою реальность, проекцию нашей реальности. И мы поняли то, что это все то, что нам есть в модулях, и то, что вы проводите мастер-классы, это все есть в этом уже, в этой системе». Понимаете? То есть на сегодняшний день задача даже, вы знаете, лично, да, я свое видение скажу, это не просто там сделать какой-то финансовый инструмент, то есть затащить всех. Нет, здесь в этом нет смысла. Потому что каждый цветок, он созревает в свой временной период. Если вы не созрели, если вы считаете то, что это не ваше, либо вы не принимаете и насало ваше время, это и не нужно. Это не нужно еще и вам, я еще обращаюсь к нашим партнерам, нашим многоуважаемым, которые сегодня смотрят наш вебинар. Люди придут, люди должны совершить свои ошибки, люди должны получить свой опыт, потом с течением времени они придут. Поэтому вот так вот, друзья, у меня один процент остался, поэтому вот так вот я экстренно заканчиваю наш вебинар. Я благодарю каждого, кто сегодня пришел, услышал, посмотрел, увидел структуру нашей казахстанской презентации, как мы сегодня доносим до людей, что такое Торсистем, какие финансовые возможности, да. Поэтому будет еще время, встретимся еще на других наших зумах. Я благодарю каждого, кто сегодня вот уделил время. И люблю, обнимаю и благодарю. Кстати, кто задается сегодня вопросом, я так понимаю, большинство это уже партнеры. Как сказал Александр Корнеев, можно здесь достичь больших успехов не тогда, когда вы увидите в человека объекта маркетинга, то есть деньги, да. Это тогда, когда вы создаёте чувство радости, благости внутри и делитесь этими ощущениями с людьми. Только так работает эта система и любой бизнес. И этому здесь как раз таки учит Торсистема. Поэтому, Сол, благодарю, друзья. До скорых встреч еще на вебинарах, еще с вами увидимся. А насчет маркетинг-плана посмотрите сами, изучите и обратитесь к тому человеку, кто сегодня вам скинул эту презентацию. Потому что и поблагодарите этого человека.